Евпатория, Феодосия, Бахчисарай, Ялта, Алушта. Названия, которые ласкают слух, как Южное море. Крым накануне старта курортного сезона. Он обещает быть рекордным по числу туристов и, конечно, по числу тех, кто будет обеспечивать комфорт отдыха. Больше тысячи вакансий сегодня поступило в Хакасию из Крыма. Поиск работы – дело всегда серьезное. Если речь идет о таком удаленном географическом от Хакасии регионе, как Крым, то подойти тем более нужно со всей ответственностью. И лучше, конечно, обратиться в государственную службу, в центр занятости населения по месту жительства. Последний раз съездить на юг, еще и заработать у жителей Хакасии был шанс перед Олимпиадой в Сочи. Но сейчас ситуация иная. В Сочи в основном требовались строители и отделочники. Здесь сфера курортных услуг и зарплата в пределах средней в регионе. На сегодняшний день у нас Алушта, курортный комплекс «Голден». Туда требуются горничные, официанты, повара, кухонные рабочие, сантехники, уборщики на пляж, грузчики, массажисты, бармены. В основном это у нас идет апрель по октябрь. Где-то с проживанием, где-то, конечно, работодатель не предоставляет проживание. Это идеальный вариант, например, для студентов. На ставке обслуживающего персонала не нужно специального образования. Есть вакансии и престижнее. Например, число рабочих мест для поваров идет на сотни. Кроме того, нужны воспитатели, работники на винный завод, инструкторы по плаванию и многие другие. Среди этих вакансий есть администраторы. Где-то требуется образование культурологическое, где-то нужны специалисты сервисов. Центр занятости делает самое сложное в работе. Он презентует соискателя и устраивает потенциальному работнику собеседование по видеосвязи с работодателем из Крыма. Владимир Литвиненко – один из первых соискателей. Поехать так далеко решился первый раз. Некоторые знакомые у меня уже там, но еще не приезжали, не говорят. Но звонят, говорят, что здорово. Предложения поработать в Крыму поступили именно жителям Хакасии благодаря заслуги Комитета по занятости. Он заключил договор о сотрудничестве с коллегами в Крыму. Так что все вакансии проверены сразу двумя государственными ведомствами. Однозначно эти все компании, эти все для нас они работодатели, они входят в базу данных. Поэтому здесь не может быть никаких опасений, что вас неофициально трудоустроят, либо вообще там вам зарплату не будут выплачивать. Я думаю, что здесь вот этого опасаться как раз не надо. Со своей стороны специалисты службы занятости в Крыму обещают жителям Хакасии всестороннюю поддержку. Если даже случится так, что работа не подойдет, крымчане сориентируются уже на месте и подыщут другой вариант. В любом случае не оставят на улице. В прошлом году только в Алуште. В курортный сезон было 5000 рабочих мест, а безработных всего 500 человек. Гостеприимный Крым ждет желающих работать и отдыхать. Ждем на работу в курортный сезон, и не только в курортный сезон, а уже и сейчас. Ряд здравниц, как я уже сказала, предлагают для иногородних граждан жилье. И есть такие здравницы, которые предлагают, во-первых, льготное питание обязательно, более того. Есть такие санатории, которые предлагают по льготным, по умеренным ценам к себе же путевки, у себя же лечение. Бесплатное у себя пользование тренажерами, бесплатное пользование бассейнами. И некоторые пионеры лагеря предлагают привозить своих деток с собой на период смены. Путевочку тогда покупают за полцены или даже за 30% цены. О чем следует подумать, нужно обязательно пройти медосмотры, если хочешь работать в общепите, или взять справку об отсутствии судимости тем, кто планирует заниматься с детьми. Все эти нюансы объяснят в центре занятости, некоторая информация есть в интернете. Например, в социальных сетях. Специально для работы с крымскими вакансиями комитет открыл группу ВКонтакте. Служба занятости населения Республики Хакасия.